МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центральный стадион имени Ленина в Москве. Здесь проходили финальные соревнования 9-й всесоюзной летней спартакиады профсоюзов СССР. Торжественным парадом командовал знаменитый стайр, заслуженный мастер спорта Петр Болотников. Секретарь ВЦСПС Богатиков и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников поздравили физкультурников с открытием финала спартакиады, посвященной столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе спартакиады были установлены рекорды спортивные, и рекорды массовости. В спартакиаде приняли участие свыше 18 миллионов физкультурников. Словно звездная эстафета шла в Москву спартакиада с разных концов страны многие месяцы. Ее старты состоялись в больших городах и маленьких поселках, в горных аулах и селах. В финальных соревнованиях участвует лучший из лучших представители всех союзных республик и сборной команды Москвы и Ленинграда. Эти соревнования проводились по многим видам спорта и в разных городах страны. Волгоград. Здесь встретились участники спартакиады производственных коллективов физкультуры и спортивных клубов. Волгоградцы стали свидетелями состязаний пловцов. 630 бассейнов страны находятся в распоряжении спортсменов-профсоюзов, и многие из них построены на средства заводов и фабрик. Дистанция 200 метров вольным стилем. В финале состязались сильнейшие пловцы. Пройдена половина дистанции. Вперед выходит пловец из норильского спортивного клуба «Заполярник» Анатолий Трофимов. Он становится чемпионом спартакиады-профсоюзов. Дистанция 200 метров способом баттерфляй. Тут не оказалось равных пловцу из ташкентского спортивного клуба «Старт» прошлогоднему чемпиону страны Сергею Конову. Ровно выступили на дистанциях торпедовцы Москвы. Они победили в командном зачете. На втором месте пловцы «Волгоград-Гидростроя». А в Краснодаре соревновались 450 лучших физкультурников, представляющие сельские коррективы всех союзных республик. С каждым годом все больше и больше олимпийских видов спорта включается в программу состязаний сельских физкультурников. Вот на таких массовых соревнованиях начали свой путь в большой спорт многие наши чемпионы. Соревнования по легкой атлетике проходили в Москве. И здесь приятно порадовали молодые спортсмены. Финальный забег на 100 метров для мужчин. Побеждает киевский студент Валерий Борзок. Сейчас он уже чемпион Европы. Стартует женщина. Впервые чемпионкой спартакиады становится 17-летняя школьница из Свердловска Людмила Жаркова. Соревнования прыгунов в высоту проходили в холодную, дождливую погоду. Валерий Козлов, молодой рабочий дизелист из Брянска. Только ему удалось взять эту высоту 2 метра 12 сантиметров. Результат международного класса. Спортсменка из Подмосковья, будущий инженер-технолог Вера Савенкова, тоже впервые стала чемпионкой спартакиады. В финале она метнула пьё на 57 метров 12 сантиметров. Хороший результат. Сюрприз ожидал знатоков лёгкой атлетики в решающем забеге на 1500 метров. Его преподнёс украинский бегун Владимир Пантелей. На финальной прямой он предложил бурный темп. Владимир Пантелей завоевал золотую медаль чемпиона. Много часов продолжались состязания прыгунов с шестом. 19-летний Юрий Исаков из Свердловска рекордсмен Европы среди юниоров. Он и на этих соревнованиях блеснул своим мастерством 5 метров 10 сантиметров. С таким результатом Исаков стал чемпионом спартакиады Братсоюзов, а через неделю в Киеве и чемпионом СССР. 110 метров с барьерами. В острой и напряжённой борьбе с очень сильными соперниками первым финиширует московский «Спартаковец» Валентин Чистяков. Для женщин барьерная дистанция на 10 метров короче. Здесь быстрейшей оказалась Светлана Нестеренко из Донецкого «Авангарда». Сильнейшие метательницы собрались в секторе для толкания ядра. Выступает ленинградка Надежда Чижова, двукратная чемпионка Европы. На этот раз рекордсменка мира посылает снаряд на 18 метров 62 сантиметра. Соревнования по метанию молота. Анатолий Бондарчук, воспитанник сельского спортообщества «Колос» из Ровенской области, добился в нынешнем сезоне больших успехов. Он стал чемпионом девятой спартакиады профсоюза. Город на Волге – Ульяновск. Здесь, на родине Владимира Ильича Ленина, тоже проводились финальные соревнования. Состязания мастеров старинной народной русской игры всегда вызывают большой интерес. В финале личного первенства три городошника. Федор Новиков, РСФСР. Анатолий Рябцев, Москва. И 20-летний Юрий Липендин, РСФСР, имели одинаковые результаты. Для них была назначена переигровка. Каждый спортсмен старался быть предельно метким. И в этот решающий момент хладнокровие и точный глазомер не изменили Юрию Липендину. Он победил опытных соперников и впервые стал чемпионом спартакиады. Ульяновский хоккейный стадион «Торпеда» был отдан в дни спартакиады в распоряжение мастеров кожаной перчатки. Тут состязались во всех весовых категориях. Но вот настала очередь последнего финального боя, в котором встретились Витаутас Бенгелис, он в темной майке, и Виктор Бортновский из Казахстана. Литовский боксер настойчиво атакует своего противника. Альгерда Шоцека, заслуженный тренер страны, воспитал достойного ученика. Все решает последний раунд. Варкновский никак не может приспособиться к тому, что его противник левша. Победил Витаутас Бенгелис. Теперь мы в Киеве. Здесь состязались прыгуны в воду. Серебряный призер Олимпиады в Мехико, московская спартаковка Наталья Лобанова. Она стала абсолютной чемпионкой спартакиады по прыжкам вспышки и трамплина. Среди мужчин победил москвич Владимир Васин. Их тренер Татьяна Петрухина удостоена специального почетного диплома. И в командном зачете сильнейшими оказались москвичи. Старицы Украины боролись за медали всех достоинств штангисты. Спортсмен из Луганска, воспитанник заводского спортклуба «Заря» Александр Кедяев выступал в полутяжелом весе. В сумме троеборья он показал хороший результат. 492,5 килограмма. Первый тяжелый вес. Эстонец Карл Уцар, милератор из Тарту, взял в рывке вес 157,5 килограмма. Новый всесоюзный рекорд. А чемпионом в этом весе стал слесарь из Луганска Юрий Яблановский, набравший в сумме троеборья 520 килограмм. В командном зачете победили штангисты Украины. Московский дворец спорта в Лужниках отдан в распоряжение мастеров художественной гимнастики. Команда столицы была лучшей в групповых упражнениях с мячом. А первой грацией Спартакеады стала студентка из Киева Наталья Овчинникова. На помосте представителей спортивной гимнастики. Упорная борьба за лидерство развернулась между студентами Киевлянином Владимиром Куцем и москвичом Валерием Карасевым. Лидировал Куц, уверенно выступавший на всех снарядах. Москвич настойчиво старался сократить разрыв и, казалось, был близок к этому. И вот последний снаряд. Здесь, на Перегладине, киевлянин закрепил свой успех. Владимир Куц – абсолютный чемпион Спартакеады. Приз за командную победу у гимнастов Украины. Любителям спорта хорошо известно имя 16-летней воронежской школьницы Любы Бурды. Этот год был успешным для юной гимнастки. Недавно на всесоюзной Спартакеаде школьников она стала абсолютной чемпионкой. В ее комбинациях всегда много выдумки, изящества, смелости и точного расчета. В этих соревнованиях Люба была лучшей. И вот заслуженная победа. Любовь Бурда – абсолютная чемпионка Спартакеады профсоюзов. Первое место завоевали гимнастки Москвы. Дается старт групповой гонки на 149 километров. Подмосковное Куркинское шоссе – излюбленное место соревнований велосипедистов. Здесь много подъемов, спусков, крутых поворотов. В конце четвертого круга от основной группы уходит шестерка гонщиков. Но впереди еще две трети пути. За лидерами устремляются остальные гонщики. Их возглавляет спартаковец из Ярославля Юрий Михайлов. Десятый круг. Юрий Михайлов предпринимает рывок. За ним уходят еще три спортсмена. Последний подъем. Еще рывок. И Юрий Михайлов отрывается от преследователей. Вот он долгожданный финиш. Трудную, заслуженную победу одержал Юрий Михайлов. Соревнования завершены. Председатель Ордкомитета спартакиада секретарь ВССПС Богатиков вручил главные призы. За первое место коррективы спортсменов Российской Федерации. Команда Москвы на втором месте. И на третьем спортсмены Украины. Девятая всесоюзная спартакиада профсоюзов, посвященная сто речью со дня рождения Владимира Ильича Ленина, важный этап в развитии массового физкультурного движения. Ее старты – это начало пути в большой спорт для многих трудящихся нашей Родины. Редактор субтитров А.Семкин